Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Как вовлечь ребенка в литургию? Как сделать так, чтобы богослужение стало ребенку в радость? В одном из соборов Санкт-Петербурга эту проблему для себя решили. Каким образом, смотрите в нашем сюжете. Еще вы узнаете, как прихожане и их дети готовились к наступлению поста. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим. Мы встречаемся со Христом не только вкушая Его тело и кровь, но и в откровении Его Слова, в чтении Священного Писания. Также через Евангелие могут встретиться со Христом и дети. Чтобы эта встреча случилась, в подвале Федоровского собора для ребят от пяти лет во время литургии проходит кружок евангельского чтения. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших. Давайте сейчас сформулируем, что мы хотим сказать. Посидим в тишине. Если не будешь другого человека простить, то и тебя не простит. Спасибо. Что такое спасибо? Ну, спасибо. Я знаю. Спасибо, говорят, в тот момент, когда ты хочешь поблагодарить человека. А зачем? Зачем? В конце мы говорим, потому что теперь люди дали тишину, чтобы сказать. Здесь маленькие христиане научаются не только рассуждать на тему Писания, но и слышать друг друга. После чтения Евангелия и его осмысления ребята рисуют то, что им больше всего запомнилось из беседы. Хотя при Федоровском соборе есть воскресная школа и периодически в храме проходят детские литургии, евангельский кружок необходим, как некий кирпичик в строительстве общины. Мы здесь не открываем никакой Америки. Это все знают, что очень сложно детей задержать их внимание на литургии все то продолжительное время, как длится литургия. Поэтому мы предпринимаем здесь разные попытки, вот в том числе и то, что практикуем в течение уже нескольких лет, когда в начале службы, после чтения Евангелия, перед проповедью собираем детей всех у алтаря. И под руководством какой-либо старшей взрослой сестры, как правило, это женщина, девушка, вот чаще всего у нас Екатерина в этом качестве выступает, и с ними занимаются в отдельном помещении, не просто коротая время до причастия, а все-таки стараясь наполнить это время каким-то таким содержательным общением на тему, связанную с церковью. В разные времена это у нас по-разному бывает, в зависимости от того, кто это ведет, кто это, скажем, занятие ведет. Но в целом движет именно желание, чтобы для детей посещение церкви было не только стоянием рядом со взрослыми, но и каким-то более-менее осмысленным участием. Мы все равно в пространстве литургии в этот момент находимся, потому что мы в пространстве Евангелия, и, в общем-то, мы не просто балуемся и развлекаемся, а размышляем, молимся и делимся друг с другом. Просто детям немножко проще, когда есть какой-то интерактив. Потом, конечно, они вырастают и уже понимают, как полностью можно участвовать осознанно в литургии, как можно размышлять во время проповеди над отрывком. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Царь попросил человека, чтобы человек построил ему дворец. И человек сказал, хорошо, я построю. И через день он сказал, я построю. А он этот человек на небе построил, а не на земле. Богатство же не только это золото, и там, можно, допустим, любовь, там, я не знаю, дружба. Вот это, конечно, тоже богатство. А еще, а еще это, я хотел притчу еще рассказать, но она тоже как-то связана. Вот. Мы с вами ее читали. Помните про этого человека очень богатого, который построил эти житницы? Это много, это, больших. А этот, Иисус ему говорит, безумный, что ты делаешь, завтра ты умрешь, и кому ты это все оставишь. Вот. Ну, все оставил он кому-то. А там у него ничего нет. Лучше сейчас здесь построить что-то там. А у меня сокровище ассоциировано с иконами. Для меня икона – это сокровище. Я все время ее с собой вожу. То есть цель наша, чтобы не мы им вещали, а чтобы Бог открывал. И Бог через детей говорит во время отрывка, что происходит здесь и сейчас. То есть мы проживаем все вместе, и потом рисуем образы, которые к нам приходят. И иногда мы через детей узнаем даже больше, чем мы сами могли бы узнать, читая отрывок. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Одна из тем последнего евангельского кружка – пост. Ребята по-разному видят это время. Но каждый из них готов нести посильные ограничения. Позже он специально сделан, чтобы человек делался лучше, потому что он не злился бы, не обижался. У меня есть календарь, там написано, что можно ездить в полиции, а что нельзя. Когда я поищусь, то мне очень легко поститься, потому что у меня сердце чистое. И потому что я перед постом извинилась перед мамой, попросила прощения у брата, у бабушки. Иисус Христов говорил ему, что одним хлебом будет жив человек, а любым словом, исходящим из уст Божьих. В начале поста мы поговорили с родителями, попросили их поделиться опытом, рассказать о том, как они планируют провести эти семь недель до Пасхи. Во время поста мы будем читать книжку, как раз сейчас пойдем ее купим, не святые, святые. И я думаю, что в вечернее время, перед тем, как мы ложимся спать, мы всегда что-то читаем. В этот раз мы будем читать христианскую книжку и будем вместе обсуждать. Что касается остального поста, который касается пищи, то с детьми мы говорим, от чего мы сможем отказаться. Но это не будет настолько строго, чтобы им это было в силу и чтобы они не унывали. Мне представляется, что в этом возрасте отказ от еды не столь продуктивен, скажем так. Я понимаю, что ему нужны там витамины, микроэлементы и все прочее, чтобы строить свой организм. А чтобы строить свою душу, мне кажется, ребенку необходимо просто осознавать, о чем это время. Время поста – это для меня время дополнительного обсуждения с ребенком. Будет вот этого поста вопросов, почему... Ну, вопросов моей веры о том, что Христос воскрес. Что касается ограничений, мне кажется, что необходимо... Вот у нас, наверное, с тобой, Денис, состоится разговор по поводу того, что пост – это время посвящения Богу, отдания Богу чего-то, что ты любишь. Чего-то, что тебе... Допустим, время, которое тебе чем-то очень интересно заниматься, развлекаться. Я не знаю, что мы, мультики смотрим или еще что-нибудь такое делаем. Это время вот сознательно взять и... Вот от мультиков мы сегодня откажемся. И вместо этого займемся чем-то другим. Но это решение, мне кажется, если ребенок примет для себя, если он осознает его, мы так будем делать. Если ребенок не готов этого принять, то я считаю, что необходимо дождаться, пока он будет готов вместить это в меру своего возраста. В пище, я думаю, ограничений каких-то не будет, а вот именно больше рассказов, больше, так сказать, таких наглядных примеров из нашей жизни. То есть как объяснение, как она все-таки должна себя в школе вести, на улице, с другими детьми. Мы находимся на подворьях Оптиной пустыни. Здесь ведется не только церковная жизнь, но и другая активная деятельность. На территории подворья располагаются институт, детский сад и школа. Точнее, гимназия преподобного Амбросия Оптинского. В нее мы и приглашаем вас вместе с нами. Как во всех подобных школах, первое, что чувствуешь в ходе, это уют, покой и доброжелательность. Но мы не склонны сразу поддаваться этому впечатлению и спешим поговорить с независимыми людьми. Первое знакомство учителя химии, приглашенный педагог высокой квалификации. И с большим опытом работы в разнообразных школах. И с каждым ребенком уделяется особое внимание. То есть дети под контролем. И дети, и родители, и взаимосвязь. Учитель, ученик, родители. Это в этой школе осуществляется. Здесь аура другая, она предполагает детей спокойная обстановка, такая доброжелательная обстановка. Я думаю, что это сказывается на психике ребенка. Белка по лесу идет, белка синички несет. Именно из-за желания сохранить или даже вернуть ребенку здоровую психику, родители часто делают выбор в пользу православной школы. Но подспудно опасаются, что это будет в ущерб образованию. В данном случае опасения напрасны. Я бы не увидела особой разницы между преподаванием и так далее. Я считаю, что знания здесь по общеобразовательным предметам ребята получают. Поддерживать уровень образования на высоте не так сложно. Главное, чтобы руководство школы задавалось такой целью. Тогда и педагоги найдутся. Как выяснилось, здесь работают учителя, приглашенные за элитарные гимназии Аничького дворца. Такими учителями даже самый взыскательный родитель будет доволен. Значит, ошибаются те, кто считает, что православная школа всегда уступает общеобразовательной по главным дисциплинам. В некоторых школах, например, мы тоже изучали этот вопрос. Есть, допустим, сильная начальная школа. Они учатся, а в пятый класс пришли, уровень падает. И дети пускают, идут на самотек, они перестают учиться. И родители разводят руками, не понимают в чем дело. Мальчик хорошо учился, а сейчас перестал учиться. Именно потому, что, например, в средней школе уровень образования падает. Мы как раз хотим, чтобы эту мощь, наоборот, наращивать. Мы их научим сейчас очень многому. Научим их учиться, учить. Дадим им большую базу для того, чтобы хорошую, для того, чтобы потом на уровне этой базы они могли осваивать более высокие уже дисциплины. Ну, стараемся, во всяком случае, так сделать. Учителя православной школы не склонны противопоставлять себя коллегам из светских учреждений. Они просто делают свое дело и даже как будто не замечают, как разительно они отличаются от большинства учителей светских школ. Я думаю, мало чем отличается. Если школа сама по себе преследует цель созидать, цель семейную, чтобы семья развивалась, чтобы детишки были добрые, развитые физически, нравственно подкованные. Если так физкультура проходит в других школах, видимо, мы похожи. Конечно, в этом ответе каждый родитель почувствует огромную разницу. Учитель физкультуры все делает немного не так, как это принято в других школах. На уроках дети играют в традиционные активные русские игры. Но что еще удивительнее, они поют. Вот такая дыхательная гимнастика. Запомнили. Последний раз. Я даже одно время просил, чтобы мой предмет назывался не физический, а культура физическая, дабы все-таки культура была на первом плане из большой буквы. А что думают ученики и их родители? Вот строки из писем нескольких мам. В гимназии царит дух истинной веры, любви к православной культуре и патриотизма. Не на словах, а на деле наши дорогие педагоги вкладывают в детей душу. Чудесным образом мы оказались в нашей гимназии. Теперь у нас все не как у людей, а сплошные чудеса. Первое чудо – ребенок хочет в школу. Всегда, как выяснилось, даже летом. В последний день каникул звучит «наконец-то». Артем сменил государственную школу на православную. Говорит, что не жалеет. Таков его личный опыт. Там какие-то все более жестокие какие-то, я не знаю. Даже сами учителя, они не всегда идут навстречу. Здесь они верующие, но получается, я думаю, более добрые. То есть здесь почти все учителя хотят научить, а там просто отработать время свое и все. Теперь мы окончательно избавились от скепсиса и хотим узнать о школе как можно больше. С чего она началась? Какие цели перед собой поставила? При воскресной школе, при нашем подворье, конечно, подрастали дети. И мы понимали, что детей нужно учить. И как-то вот само собой вдруг возникло такое мнение, что может быть сделать еще и православную гимназию, потому что сложился хороший коллектив при воскресной школе детей, которых мы хотели, чтобы они вместе шли и дальше. Но нашей целью было не противопоставление государственному учреждению, а мы хотели тоже дать нашим детям хорошее образование, но плюс еще, чтобы это была такая хорошая духовно-нравственная основа, чтобы, мы знаем, что многие проблемы в обществе строятся даже не из-за недостатка каких-то знаний, которые человек не смог приобрести, например, а именно из-за духовно-нравственных каких-то изъянов, которые как раз мы сейчас имеем в обществе, что наше поколение, оно отчасти растет больным, потому что очень много им кажется чуждым, а то, что нам кажется неестественным, для них кажется нормальным. Поэтому мы думали, вы, ну, такого гармонично развитого ребенка, вот, насколько это возможно, мы, конечно, не идеализируем и наше учреждение, потому что у нас ведь уже обычные люди преподают. Но как-то вот общая задача, какие-то общие ценности, которые несут педагоги, у нас есть дети и неверующих родителей, которые здесь учатся, и родители довольны, потому что мы не делаем какой-то закрытый аскетический мир, где дети с утра до ночи молятся, постятся, говорят о Боге. У нас это все присутствует, ну, как часть живого бытия человека, как его нераздельная часть. То есть ребенок знает, что есть мир, он открыт этому миру, но он знает, что есть вера Божия, которая не мешает ему в этом жить. Человек стремится к новому, если привычное не удовлетворяет его потребностям. По этому принципу создавалась и гимназия преподобного Амросия Оптинского. Организаторы гимназии тщательно подошли к вопросу по исправлению тех недостатков в образовании, которые они наблюдали вокруг. Перед тем, как мы создавали нашу гимназию, мы стали изучать, ну, вот какие есть недостатки. Выяснилось, что очень мало учат дети стихов сейчас. Ну, просто не до этого сокращаются часы, программа уже от нас только, что надо выбирать главное. Наши дети учат очень много классических произведений, причем не только стихов, но и прозу, для того, чтобы ребенок развивался, и ведь на этом тоже вкус ребенка формируется, что очень тоже важно. Я понимаю, что время, оно диктует свои права, и сейчас все быстро-быстро-быстро делается, и требования, которые подъявляются сейчас к ребенку, они настолько велики, что компромисс такой, что где-то сокращаются часы, может быть, как нам показалось, тоже для необходимого. Например, сейчас очень быстро переходят с карандаша на ручку, и, например, сословно предложение, что ребенок, в принципе, ну, как показывает практика, потом это выливается в общую безграмотность, например. Или вот плохой почерк – это ведь тоже следствие внутренней плохой организации ребенка. Не выписывая отдельно букву, он не умеет довести дело до конца. Он потом, конечно, набивает шишки, он это приобретает все потом к 11 классу, если он учится, если родители прикладывают усилия. Но это все уже путем проб и ошибок. Мы хотели постараться ребенку в начальной школе дать то, чтобы на это он не отвлекался уже потом в средней школе. И потом перо, карандаш – это мелкая мотория развития левого и правого полушария, которые вообще необходимы для развития гармоничной личности ребенка. Мы сначала пытались просто писать карандашом. Потом узнали, что вот в стрельной школе, где пишут в прописях, наши учителя поехали туда, обменялись опытом и нашли тетрадки 43-го года, когда была косая линейка. Мы их восстановили, эту косую линейку, издали сами эти тетради, их можно потом учителей будет посмотреть. И наши дети сначала пишут там карандашом, потом пером. И вы знаете, вот у нас есть некоторые сложные детки, она правда сложная, они пришли из других школ к нам, им очень трудно, они вообще не могли писать. То есть почерк был жуткий. Ну там им ставили хорошие оценки, просто мамы спохватились и поняли, что знаний нет, оценки хорошие, привели к нам. Им очень трудно было писать пером. Это такой был, знаете, кровавый пот. Но ребенок изменился, он даже внешне изменился. Это правда. Вот у нас есть одна девочка, которой мы наблюдаем ее преображение, вот честно вам скажу, от четверти к четверти. И дети видят, как она хорошая. Это именно потому, что у нее внутри все балансируется, потому что она терпит, она выписывает все, у нее все развивается. Но это, конечно, заслуга еще и педагога, потому что она ведь тоже с ней занимается конкретно. Она может дать в классе ей другое упражнение, потому что детей немного, и сказать, ты это оставь, сейчас мы это делаем сами, а ты будешь делать вот это. Чистописание – это как бы наша палочка-выручалочка для всех детей, особенно для очень сложных. И, конечно, чистописание, плюс мы ввели флейту. Это тоже, вот сейчас не только мы, в 239-й физико-математической школе, там тоже мне рассказали дети, которые учатся, у них тоже есть занятие флейты, потому что она тоже гармонизирует развитие полушарий, и ребенок может более легко воспринимать то, что дается ему сверху, может быть, очень сложное. У нас флейта, она тоже введена в сетку. В прошлом году была у всех, сейчас кто-то уже как бы отыграл, но первый класс играет, второй класс тоже играет на флейте. Это детям очень нравится, родители видят, насколько это ребенку помогает. Установка дыхания, работа с музыкой. Очень у нас хороший педагог Михаил Петрович, он такой спокойный мужчина, рассудительный. Просто все располагает к тому, что ребенок сосредоточился, начал играть, правильно дышать, и процесс пошел. Процесс пошел, и это не только процесс творческого развития или обладения знаниями, это еще и процесс передачи любви от учителей к ученикам, а может быть, и наоборот. Я даже иногда думаю, что и этим детям в школе я уделяю больше внимания город, чем своим. У меня их четверо, двое сыновей, двое дочерей. Но все-таки здесь как-то в школе получается настолько по-семейному, что я частенько думаю о том, что хорошо бы эти примеры, это то бы переносить их себе домой. Пост – это духовное стояние. Это в каком-то смысле такой воинский термин. Мы знаем, что на посту стоят часовые, стоят люди в какой-то экстренной ситуации. И вот в каком-то смысле пост духовный – это тоже экстренная ситуация. Мы стоим на посту ради того, чтобы противостоять тому противнику, который нас окружает или на нас нападает. Идет речь, конечно, о духовном противостоянии. И ребенок, конечно, в эту борьбу тоже вовлечен. Поэтому опыт такого противостояния он должен получать уже с раннего возраста, с детства, для того, чтобы он понимал, что эта борьба происходит внутри него. Если для взрослых это более очевидная вещь, как может взрослый человек духовно наполнить свое постовое состояние, то для ребенка это более сложный вопрос. И нужно подходить очень лично к каждому ребенку. И эта задача, конечно, стоит в первую очередь перед родителями. И если есть какие-то духовные у них наставники, то они могут в этом помочь. На мой взгляд, для детей, современных детей, в первую очередь, нужно из окружающей их обстановки исключить те вещи, которые наиболее агрессивны. Я имею в виду всякого рода зависимости. Интернет-зависимости, компьютерные, игровые, телевизионные. То есть то пространство, которое наиболее агрессивно влияет сейчас на ребенка. Это, что называется, из таких внешних вещей. Пищевая составляющая здесь, как правило, является вторичной. Она имеет значение, конечно, Но здесь нужно, опять же, подходить очень индивидуально, исходя из того, что ребенок растет. Ребенку нужны соответствующие вещества для того, чтобы его организм рос. И чтобы мы здесь не навредили в этом вопросе. Но насколько может ребенок освободиться от каких-то вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, или еще что-то вот такое, связанное с такими привязанностями. Собственно, вообще это и для взрослых людей тоже возможность освободиться от того, что нами владеет. Ребенку надо помочь в этом. Вообще пост получится только в том случае, если есть хоть какая-то, но вера. Вера в Бога, вера в Его действия спасительные в этом мире. Вера в то, что Церковь является Его спасительным таким инструментом, в каком смысле, или даже, скорее, более правильно было бы сказать, спасительным организмом, сообществом, или, как говорит Писание, телом Христовым. В мистическом плане Церковь есть тело Христово. Если есть опыт у ребенка общения в этом пространстве, то тогда есть опыт знания Бога. И тогда можно к этому обращаться. Если же этого опыта нет, то возможно, конечно, отчасти такое постное состояние в качестве некоторого волевого усилия. Но нужно понимать, что оно не может быть долгим. В том смысле, что всю жизнь на этом волевом усилии не продержишься. Тем более для ребенка. Он может по послушанию, по доверию к родителям, особенно в более ранних возрастах. Для подростка это уже невозможно. Для него нужно какое-то осмысление этих вещей. В более ранних возрастах по послушанию что-то он может принять от родителей, как некий запрет, который ему будет объяснен, что для него это полезно будет. Но в дальнейшем все равно нужно переходить к смысловым вещам. Вообще пост без веры – это как бы превращается в некое аскетическое делание без смысла, что ли. Потому что вообще вся аскетика, очень важно это понять, как для взрослых, так и для детей, она имеет два направления. Одно направление – это избавиться от каких-то зависимостей, страстей, то есть того, что угнетает человека. И это как бы все знают. Но есть вторая составляющая, принципиально важная для первой – наполнить чем-то противоположным то самое место, которое было освобождено. Нужно дать некую положительную составляющую. Кстати, дети на это откликаются очень хорошо. Нужно направить усилия ребенка на помощь кому-то другому. Это могут быть близкие люди. Например, престарелые какие-то бабушка, дедушка. Могут быть соседи. Могут быть люди, какие-то другие дети, которые по какой-то причине ущемлены в своих возможностях. Это может быть направлено просто даже на одноклассника. Тот, кто имеет свои какие-то возможности умственные, более развернутые по сравнению с другим, может передать их другому, помочь в чем-то. Вот этому нужно научить. Нужно научить ребенка отдавать. Отказ, как правило, означает, что есть какое-то внутреннее противоречие у ребенка. Есть отторжение. Оно может быть связано со многими причинами. Начиная от того, что он просто не понимает, зачем это нужно. Какой смысл в этом? Особенно это, как я уже говорил, важно для подростков, для детей более старшего возраста. Маленькие дети, как правило, меньше таких вопросов задают. Они больше принимают на веру от родителей. Но, тем не менее, им тоже важно, на каком своем уровне такое понимание. Решать этот вопрос нужно в зависимости от того, какая проблема видна тем, кто этот вопрос решает. То есть, если ребенок не понимает, объяснять. Если он просто непослушный, надо, значит, с этим, то есть, немножко более ранние проблемы решать. Но я бы ни в коем случае не стал заставлять. Нужно сотрудничать. Потому что духовные вещи делают только свободно, только добровольно. Есть, конечно, элемент послушания, как я уже говорил, который, как нам кажется, отчасти эту свободу, что ли, отодвигает в сторону. На самом деле, это не так. Всякое истинное послушание, настоящее, оно связано с внутренней свободой человека. И примером этому сам Христос является, который послушен был Богу до смерти и смерти крестной. Но он при этом был абсолютно свободен в своих действиях. Поэтому очень важно сохранить главное в ребенке – внутреннюю свободу. В конце концов, может быть, сегодня мы, как бы кажется, нам что-то проиграем. На самом деле, у него будет более важный опыт этой свободы, который потом вернется с торицей. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!